вышла на улицу кофейку попить я вот сижу наблюдаем за вот этим пушистым товарищи посмотрела на костик там не там черная смородина растет выпустила какие-то листочки и я вот что-то как-то вот думаю такая интересная вещь раньше в детстве ты очень четко ощущал переход от зимы к весне вот такое прям для меня очень было четкое конкретное ощущение что вот сегодня вчера была зима а сегодня весна началась я вот сидела вспоминала думаю почему у меня было такое четкое ощущение потому что сейчас по сути дела во взрослой жизни ну ты как оделся так и пошел оделся тепло тебе тепло на улице минус или плюс холодно вроде как оделся и потеплее оделся но в целом вот сейчас для меня даже проживая в норвекии вот эта грань между зимой весной осенью она такая практически неуловимая ну то есть вроде взрослый человек и сам можешь решить как тебе одеваться что тебе делать и так далее и тому подобного но я сейчас просто именно про переход от зимы к весне до тюмсик молодец так я тебя покажу лучше густик вот потому что зимой ты хочешь на тебе все вот это тяжелое одета все эти шубы полушубки какие-то теплые пальто обувь такая хоть и на рыбьем меху но она тяжелая потому что как то должно держать температуру какую-то опять же на тебе 47 этих кофт штаны под штаники чтоб там не продула там не промерзла чтобы какая-то там шапка такая пусть непробиваемая я вспоминаю свою шапку в детстве у меня была цигейковая такое как шлем танкиста но конечно ни одна это снежная пуля не пролетала вовнутрь но все равно вот это полное ощущение того что ты носишь на себе вот эту тяжесть и когда в школу ходил там и даже вот когда на работу я вот ходила это в бресте мне было полное ощущение того что я знаю что вот сейчас зима вот это ты все это несешь на себе вот она теплая но тяжелая ну вот она вот как зима такая тяжелая вот может поэтому из детства остается вот это ощущение того что зима вот хочется ее скинуть хочется как-то вот чтобы она ушла окончательно бесповоротно вот и но зато есть вот это четкое ощущение того что ты зимой вот ну ты как бы пригноблен наверное так можно сказать не знаю правильно я использую это слово но то есть тебя это вся эта тяжелая обувь вся эта тяжелая одежда она тебя прям гнобит да тёпсик скажи я везде про это я все проверю вот эта одежда тебя она гнобит ты вот хочешь как вот когда приходишь домой скидываешь одежду там ой хорошо там как хорошо но когда вот наконец-то наступает вот это четкое ощущение и уже по температурам что уже можно уже вот еще чуть-чуть и можно и вот вчера ты еще был в этой зимней одежде а смотришь на улицу там уже плюс 10 и солнце жарит так прямо ярко насыщенно и ты думаешь все вот сегодня я решаюсь вот сегодня и ты достаешь какие-нибудь легкие туфельки или ботиночки какую-нибудь легенькую светленькую корточку это одеваешь на себя и ты чувствуешь себя что ты практически невесомен потому что курточка светленькая легенькая там какие-то ботиночки туфельки они практически ничего не весят потому что но зимние зимние сапоги как это почувствуете разницу и туфелька ты чувствуешь себя золушкой абсолютно полной бабушкой потому что ты его так много раз и это дата дата и побежал как идешь и вот чувствую что вот 2 нове сна в этом счастье вот она наконец свалилась вся эта темная тяжелая одежда и обувь и Даже чувство какое-то тело, как тело как будто воспаряет. Правда ведь? Ну вот в детстве у меня было такое ощущение. Вот когда на работу ходила тоже в Бресте, вот было такое ощущение. Вот вчера ещё тяжело, а вот сегодня уже светлая курточка, лёгенькие какие-нибудь ботики или макосинчики. И ты идёшь, и вот оно счастье. Так хорошо. Прям не идёшь, а летишь. Прям над землёй, в десяти сантиметрах. И так, ай, побежала. И ощущение счастья, и ощущение какого-то такой лёгкости во всём организме. Ну правильно, ты же не носишь всю эту холодную, тяжёлую одежду. И как бы ты знаешь, что уже снег не упадёт на голову, что мороз минус двадцать не шлёпнет по тебе. И вот ты бежишь в этих туфельках, ощущаешь весну, счастье, радость. Такая вот красота. Хотя вот в Норвегии всё-таки здесь тоже, наверное, можно ощутить вот это. Но здесь оно как-то, во всяком случае, в моём конкретном случае, я вижу весну, я вижу, вот что тепло наступает, вот зеленушка начинает расти. Но у меня нет такого ощущения, что вот зима закончилась. Вот нету того чувства, как в детстве, когда тяжёлое снимаешь и одеваешь лёгкое. Потому что здесь как бы всё время практически во всём лёгком. В машину скок, до работы доскакал или в город куда-то выскочил. Опять же, куртку снимаешь. Ну, я всегда вожу с собой куртку или пальто, что-то тёплое, какую-то одежду, на всякий пожарный, мало ли. Мало ли что может произойти. Вот. А всё равно ты как-то бегаешь в полуголом состоянии, потому что на тебе что-нибудь лёгенькое такое. И вот нету такого чёткого перехода, когда вот зима вчера, а сегодня уже весна. В общем, получается, что я уже весну ощущаю больше визуально. Чем тактильно. То есть я могу... Не, ну тактильно я вот сейчас, как говорится, смотрю на вот эти кустики, на вот эти зелёные листики. Вот там вот у меня растут красавчики. Нарциссы. То есть сейчас я больше воспринимаю весну как вот визуально. Да, я могу пощупать и всё, но переход тот, который был в детстве, он... Я его не отслеживаю. Я могу вон посмотреть на котиков, как они реагируют на весну, как птички там начинают чирикать. И эти сидят часами, смотрят, как птички что-то там клюют. Это очень интересно. Или вот она красавишка. Красавишные начинают листики выпускать. Вот они такие масялочные. Давай. Не хочет. Вот они. Ещё чуть-чуть, какой-то день-два, и оно как выстрелит, и всё будет зелёным-зелёным. Кстати, надо, наверное, берёзовый сок поставить. Вот они. Расцвели мои. Красавчики жёлтенькие. Прям вот прут и прут. О, какой ты красивый. Вообще приятно проезжать мимо и смотреть вот на эти жёлтенькие пятнышки. Очень радует глаз. Да? Мау? Ты мау? Привет, мау. Всё ты мау. Всё ты мау. Ты мау-ушастый. Ты такой мау-ушастый. Да? Ты такой мау. Я вообще никогда не думала, что мне будет так нравиться жить в деревне. Может, это, конечно, потому что норвежская деревня, и она как-то отличается от нашей. Но вот как-то, не знаю. Может, я вовремя сюда попала, и вот как-то идёт какое-то такое наслаждение, что вот тишина, спокойствие, вот в данном конкретном случае машин нету. И вот очень мне это нравится. Всё это дышится хорошо. Как мне нравится воздух. Это просто вот стоял бы и ел бы его, да? Да, тёпсик стоял бы и ел его. А весной он какой-то... Я осенью люблю запах. Вот воздух какой он такой становится кристальный, чистый такой, как колодезная вода. Но и весной тоже хорошо. Особенно после дождя. Такое ощущение, как будто всё оживает. Пошёл. Красава моя рыжая. Лисичка ушастая. Ага. Это что это у нас там такое происходит? Всё, скажи. Я чуть-чуть в пылюке повалялся. Злодей. Это тоже вот красавица. Сидит. С цветочком. Спрятался за брёвнышко. Ну и правильно. А то машины, скажем, у нас тут ездят. Тюльпанки. Красавец ты мой. Ты, оказывается, расцвёл. Он там ещё одна бубочка. Две, три, четыре бубочки тюльпанчиков. У кого-то они уже, у Наташи босса, они уже отцели, а у меня только-только показывают розовенький носик, как у кролика. Бежит ушастый. Скажи, ты пошла, а я пошёл. Тюфсик заключающий. Так что вот такие вот ощущения у меня весны, зимы. Вот раньше всё-таки чувствовался вот этот переход. Может потому, что как бы родители говорили, всё, сегодня шапка. А завтра уже раз, и свобода, идёшь на улицу гулять, по лужам побегаешь, в резиновых сапогах. Ну, кто-то без резиновых бегал. Но я вот, кстати, вот я до сих пор помню вот это ощущение счастья, когда по резиновым, в резиновых сапогах, по лужам. И чем лужа глубже, и ты идёшь на буквально вот сантиметр, да вот, ещё сантиметр, и ты хлюпанёшь этой воды из лужи. А счастья... Вот я до сих пор смотрю иногда, проскальзывают какие-нибудь видео, там, когда малыш носится по этому самому, по луже, а мама пытается его выхватить с разных сторон, бегает вокруг. А тут, туда-сюда, туда-сюда. Вот такое вот пронзительное, пронзительное ощущение счастья. Где-то у меня были резиновые сапоги, надо только лужу найти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!